вот но продолжим дальше я хотел еще за сегодня быстренько за promise и рассказать но не знаю насколько стоит не стоит хотя бы покажу за травку на следующее занятие вот то как я и говорил что есть вот эти таймеры таймеры не очень хороши они не очень оптимальны теперь результат из них никак не получить тебя есть call back он передается туда и он работает вместе с этими данными вот и это как бы конечная инстанция или конечное уведомление или дергание колбека по какому-то таймеру но вроде как бы не очень хорошо да звучит поэтому существует такое понятие как промисы и синхронности асинхронность синхронность и асинхронность это но не совсем это параллельное выполнение она выполняется вроде как в отдельном потоке в виртуальном таком назовем его так но выполняется в через event loop то есть все события которые в нем происходят допустим возвращение результатов и так далее они жестко привязаны к event loop поэтому это не это не многопоточность это именно синхронность она позволяет тебе вызвать какую-то логику для расчета или какую-нибудь цепочку логику для расчета но при этом не останавливая выполнение самой программы какой пример может быть допустим перебор перебор плохое подключение к базе данных и получение из нее результатов как понимаешь процесс довольно таки длительный может быть база данных вообще на каком-то другом сервере и он там очень-очень с очень-очень плохим соединением вот соответственно время подключения и время получения ответа на запрос какое-то длительное в этот момент пользователи как бы них не хватит видеть вот этот весь подвисающий интерфейс замирание и всякое такое нам это не нужно пользователь это и подавно поэтому есть такие как promise и создаются они через как класс поэтому создаются через ключевое new то есть мы создаем новый promise вот promise вот что в нем из ключевого new promise это объект который как подсказывает нам студия есть а только одна единственная функция приходит на исполнение в виде одного параметра почему я тут кстати всегда говорил об этих arrow функциях потому что зачастую в promise их используется arrow функция потому что заключает логику уже прям здесь внутри и описывает очень большую какую-то логику но опять-таки это не обязательно ее можно написать как и обычную функцию то есть мы можем написать так а мы можем написать function наш promise promise run напишем такую функцию которая будет применим принимать параметры и которая будет выполнять какую-то логику и мы можем ее переместить вот сюда то есть передать и как как переменную в данном случае не как функция как переменную которая будет выполняться внутри данного promise и вынести всю логику в эту функцию но честно из моей практике малость неудобно привык все-таки к стрелочным функциям и как-то так делаем то в данной функции из особенностей тут есть resolve два основных параметра в данной функции это resolve и project судя из их них названий это как бы исполнение обещания promise а reject это прерывание данного promise а то есть вызывание какой-то ошибки в случае если у тебя допустим прервалось соединение в момент передачи данных из базы соединение очень ужасно и и прервалась то ты можешь вызвать отсюда reject она будет прерван а как это дальше работает то есть мы при каких-то там условиях допустим один равен одному мы можем вызвать resolve вот таким вот образом resolve это тот же сам та же самая callback функция которая реализована реализована где-то внутри данного promise и передается в наш нашу функцию то есть callback в callback очень запутанно выглядит но это параметр который является функцией и реализует его сам promise вот где-то там за кадром где-то там в глубине вот что он позволяет сделать он позволяет вернуть значение из данного promise а ну то есть если нам в точке вызова каким-то образом необходим будет результат или дальше по цепочке необходим нам будет результат ну то есть сделали запрос списка пользователей с базы данных не хотели бы получить этот список в виде напечатать этого пользователя вывести до другому пользователю то мы его можем сюда передавать передается значение типа со произвольное значение это может быть объектом опять-таки это может быть функцией неожиданно то есть чуть все чем угодно то есть я напишу просто строковое значение которое мы будем возвращать вот в противном случае у нас условия конечно вот это условие всегда будет исполняться но будем иметь ввиду что reject в принципе это та же самая функция только она инициирует ошибку дергает ошибку из promise и так и напишем что это error сейчас выделить error from promise это я так небольшую небольшую заготовку делаю так вот выполнение данных промисов точнее для них существует два способа это подождать их выполнение и использовать паттерн по моему фабрика если я не ошибаюсь то есть мы можем получать результат то всего ключевой фразы zem которая пишется дальше через точку то есть zen которая в себя опять-таки принимают функцию обязательно функция данном случае и параметры этой функции обусловлены тем что будет возвращаться из данного промиса если будет возвращаться множество параметров или там множество значений или там допустим объект но соответственно он будет помещен в эту функцию и назовем ее здесь что это будет p1 образом не будем писать его в консоль консоль лог p1 вот промисы запускается автоматически тогда когда они были созданы то есть объявлены как штука это и в общем запущены и принц в принципе в этот же самый момент поэтому если мы сейчас сохраним то мы увидим здесь promise resolve promise потому что никаких таймеров задержки и так далее здесь не происходило всем очень быстро выполнилось поэтому мы даже не заметили что происходит поэтому мы можем здесь сделать сейчас небольшую хитрость и использовать set time out и установить ему значение и давай установим так как как ты его устанавливал то есть передадим resolve в виде параметра не как функцию как именно как параметр вот и скажем что он выполнится где-то пускай будет через три секунды через три тысячи миллисекунд и туда передадим вот это наша нашу строку вот что в этом случае произойдет что наш промис будет все время работать и ожидать своего завершения пока не вызовут функцию resolve resolve вызовется по таймеру через три секунды и передастся туда параметр resolve promise давай напишем from set time out для конкретики то есть чтобы понимать что у нас что-то поменялось так вот запустили ждет а потом возвращает результат приблизительно через три секунды вот таким вот образом что здесь еще есть из особенностей сейчас будет очень много всякого разного непонятного и сложного но мы будем еще об этом говорить долго и нудно вот сейчас бы по счастью только затравочка к тому что это делается мы можем зены выполнять в цепочке вот то есть мы можем несколько раз написать цены и друг за другом в них будет передан результат из предыдущего да ведь я бы обучаюсь перед тем как начнем усложнять я хотел уточнить еще моменты разов мы передаем reject мы перейдем это как бы как параметров параметрами функции а где мы их описываем а нижний день описано насколько я понимаю вырызал и реджет на мыслены в promise и promise нам их передает это как бы закрытая коробка которая нам дала дал предоставила два инструмента для выхода из данной коробки то ли столь и снизу то ли сверху reject снизу когда даже плохо стало когда рванула что вот это предопределенные кита функции которые есть я вас крипте ты имеешь и дури что не они передаются сюда в виде параметров первый параметр отвечает за разов в данном случае функции эти они могут называться как угодно он подскажет интересно да он подскажет вот он подсказывает что экзекьютор функция экзекьютор которая будет исполняться и первый параметр является якобы резолвом 2 якобы реджектом но при этом мы можем их написать произвольно только символизов и реджект то есть важен важен порядок первое это для успешного завершения провиса а второй параметр для ошибки вот таким вот образом но при этом они могут называться произвольно предустановлено не в плане чего что сам promise данный экзекьютор как он здесь написал в него передает заведомо два параметра всегда и он их за он за них отвечает а передает она мимо типа дергает нашу функцию таким образом вот и они не жестко предустановленные но обязательны вот точнее даже не обязательны они как бы нам помогают выйти из данного провиса потому что провис может исполняться бесконечно бесконечное количество времени не ограничен ничем только мы решаем о том когда он закончится свою свою работу с помощью резолва либо с помощью реджекта где мы это и эти два параметра вообще определяем хоть как-то мы никак это определяет сам promise усе внутри себя то есть promise является библиотекой закрытой мы не вносим мы же просто если есть какой-то кусок кода который ну который мы просто используем для нас он черная коробка да которая возвращает нам рычаги управления в виде резолва и реджекта для выхода из данной коробки а сигналом для выхода это служит как бы выполнение нашей функции которую мы уже как-то заложим нет сигналом для исполнения то есть он исполняет нашу функцию а выходом из из этого всего является то что внутри нашей функции которую мы сюда передали нам необходимо вызвать либо резолв либо реджект для того чтобы завершить успешно либо с ошибкой данный promise то есть у нас есть два два инструмента управления выходом из promise или завершением promise как угодно ты спрашивай спрашивай тут не то чтобы сложный просто спрашивай будет может я что-то что такое promise вот не 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 глядя на код вообще вот свернул студию что такое promise что такое promise если дословно перемести это обещание то есть мы можем позвать крикнуть крикнуть куда-нибудь из окна вот и ждать кто нам ответит это promise мы пообещали крикнуть мы крикнули вот ответят ли нам в этот момент или не ответят это уже другой вопрос но мы будем стоять возле окна в это же окно стоять и ждать когда нам ответят окей мы крикнули в окно чувак у меня бадун принеси нам пиво и чего взял и и ждем там час и через час пришел чувак и принес нам пиво и это у нас получается резон золка я погибаю а если человек пришел и сказал что пиво это reject из вариантов реджекта то есть когда прервалась вообще то есть мы ничего не нашли или много чего вы можете сказать ждать бессмысленно и сказал что нету пиво закончился закончились лырки это тоже reject считается в этом случае так какие-то как бы суть здесь я понял дальше по схеме выполнения ты в но объявил этот новый promise это как ему какое-то событие допустим дарит решили ну случимся типа в базу в базу это мы где стучимся уже после и фа вот этого вот да ну в принципе вот тело нашей функции тут мы выполняем всякие разные операции давайте даже здесь напишу что это допустим подключение подключение базе данных выборка значений дальше у нас будет порезал я его подпишу как значение какого-то и то есть он наша да наша функция она передается как точка для входа а вот такие вот у нас есть инструменты то есть вот он же жизненный цикл нашего промиса то есть он наша да наша функция она передается как точка для входа все что в теле функции она выполняется ну и соответственно выполняется до той до той самой поры пока не произойдет resolve либо reject то есть все зависит от ситуации то есть как та же самая новая крикнул в окно вот и чувак пришел и принес через час через два через день через неделю ну то есть он просто как бы как бы ну принес хорошо а ты в этот момент я сидишь и ждешь вот это promise то есть не удовлетворяется в один да получается не присваиваю не в п-1 то есть мы сейчас что дойдем resolve вам мы сказали что типа подтвердили сам факт получения результата то есть чувак все таки пошел и принес мы подтверждаем это все а в зене мы уже распеваем то есть он сюда передал я таки напишу здесь вот и этот ящик пиво попадет в переменную p1 и вот тут уже дальше в зене будете его распевать . бы ну то что база данных вернула у нас как бы получается это как параметр для разового это как куда как значение для разового то есть мы здесь обещаем его исполнение то больше наверно аналогия с тем что не крикнул в окно а попросил чувака промисом является как раз этот самый чувак ты его попросил сказал что типа надо и вот это то что делает этот чувак там начал что-то суетиться начал искать деньги начал искать ларек в котором продается и так далее потом нашел этот ларек все это купил и пришел и дал тебе но образный сказал вот смотри разнов то есть это как результат и вот тут в результате ты его уже с ним работаешь то есть ты его уже употребляешь образно вот таким таким вот образом а риджек ты же если он пришел и сказал что ничего мимо вообще все плохо короче нету ничего для этого есть грани клавиатура будет переключаться который является тем же самым она может принимать параметр пускай будет параметр p2 и тут напишем что нету а тут они даже не так тут мы напишем нету нету так а здесь напишем страдаем от буду но ну да так хорошо а можно этот пример пи перевести на какую-нибудь образно ряну как ты решила например только уже ближе к их действиям вот мы их этом select all from там не знают об тейп-тейбл да допустим или как окей давай если ты херовый пример скажи так не опишем ну я образно буду использовать переменные предполагать что у меня есть db я напишу здесь канал подключил и подключаюсь к базе данных проходит какое-то время этот пишу про будет какое-то время время потом дб 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 select образно да select юмор без каких-либо параметров то есть функция которая у меня делает выборку и я и говорю что это select from юзер в айди да вот из админ образно пускай будет так вот таким то образом напишу чтобы чтобы они не подсвечивала опять-таки проходит какое-то время потому что эта операция которая занимает какое-то время вот образно результатом этого всего будет у нас переменная конст дата он дата вот и мы присваиваем вот это вот выборку вот этой переменной дальше после этого мы делаем reject не подсказывает джек скорее всего reject и передаем сюда данные видит дата обработка тут у нас будет этот дата дата это те данные которые мы получили из выборки каким либо там образом просто его вводим в консоль для начала таким вот образом но наша может быть и ошибка да то есть произошла допустим ошибка при подключении мы допустим проверяем какой-нибудь статус и фьюдб connected если если connected когда мы идем там дальше выполняем логику дальше вот этот кусочек противном случае мы делаем резолб и говорим что герав 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 и в этом случае если мы не не успешно подключились у нас будет резолб и этот резолб нас отправит в кэч вот сюда и тут мы уже увидим что тут ошибка тут пользователю напишем что это канцель блок ошибка ошибка подключения ну предположим ошибка подключения к базе данных и скажем что это ошибка вот такая вот наша p2 наш параметр p2 потому что мы его сюда передали извне из промисов потому что мы здесь о нем знаем и сформировали такое значение этого немножко не понял вот это то что ты сейчас удалил там же у нас было написано шути пока да нет пива это все таки был reject вот когда резолб ящик пива был вот здесь у нас наоборот не слышалось голове кей опечатался тогда он не знаю что кдб на то то фильм то его прошло ну да значит здесь мы отправили запрос присвоили его в переменную в дату вот что мы сделаем в девятой строчке еще раз я извиняюсь для особо того думал вот передаем 7 я понял вот в 9 не понял мы передаем параметры в наш резолб нашу функцию которая будет заниматься резолбом исполнением для того чтобы передать эти данные по цепочке дальше передать их в зен таким образом но в базу мы же обратились седьмой строчки до в базу в седьмой а в девятой чем нам нужно 9 чтобы выйти из промисов типа а кратильном случае если у нас не будет здесь резолба то мы вот тут от будем вечно сидеть ну вот те явно как вы выполнили функцию но не сделали ретернутыми что то есть но тут все хуже типа ну и я понял короче это такая хитрая структура которая в которой есть метод для того чтобы прекратить эту функцию вернуть результат я понял смысл нож как тассит отработал типа он взял и схлопнулся или диска хотя так не должно быть ничего не написал но при этом закрылся обиделся все таки все так делают но вообще типа бесконечно мы будем исполнять вот этот вот тело функции и будем его параллельно исполнять то есть у нас вот там основные какие-то данные происходят ну там показываем пользователю допустим красивую анимацию с загрузкой что типа данного крутятся такие там ползунок или часики какие-нибудь или еще что-нибудь вот а параллельно мы как раз делаем запрос в базу данных получаем ответ там каким-то образом обрабатываем его и потом вот этот ответ как раз возвращается в точку по сути вызова вот там где наши часики крутились потому что мы создаем promise именно там где нам нужно и потом вернем результат здесь в зоне уже но именно результате по из promise мы будем говорить больше в этом в реакте или или подключение к базе данных в но джейси тоже там прям это так всегда есть из примеров могу что-нибудь даже показать и не сейчас подожди не уходи с этого примера значит девятая строчка нам позволило эти данные вытащить из этого помиса но тем не менее все равно мы еще вынуждены 15 подписать 15 мы обрабатываем это как бы результат исполнения promise а то есть promise исполняется вот здесь вот получаем данные мы здесь обрабатываем и уже конечно то есть мы мы же не знаем когда это все произошло или что там нам нужно мы предположим в зоне как раз формируется ответ для клиента то есть формируется респонс для для api оторванная операция во времени когда-то произойдет а когда произойдет когда закончится вот этого тела функции то есть когда там дернут resolve только тогда мы будем формировать ответ для клиента то есть нам нужно здесь вот здесь http ответ ты можешь 16 строчки к строчке записать надо и вот смотри как это происходит контекст контроллер хороший пример вот как это происходит но у меня функция называется делит и вот это аналог промис а просто записан в подключая в виде подключения к базе данных то есть у меня есть модель таблица данном случае table table у меня наверное разве что мы экран то на завис стоп стоп я скопи пащу сюда быстренько не хочет показать мило так вот здесь происходит вот этот дэвид такого таким своим образом что здесь происходит таблицам table user дострой это тот же самый промис только оформленный в виде такой функции удобно чтобы каждый раз не писать что это про местом тотали вот и внутри там всякие разные непотребствуют происходит так вот destroy и по какому-то конкретному условию это удаление данных из таблицы в данном случае происходит какое-то он время вот после успешного удаления у меня будет zen в котором будет данные но в данном случае мне пофигу успешно удалились и хорошо то есть мне результат данном случае не нужен в этом случае напишу респонс статус статус 200 и напишу send глик ок то есть это мои мой успешный ответ об удалении то есть я тут удаляю данные и успешно отвечаю пользователя о том что они уже удалились и в этот момент рынка пользователь увидит о том что данные удалились все оставшееся время пока происходит вот эта операция он будет видеть индикацию загрузки какой-то но когда сберет еще и ситуация что данный допустим заблокированный кем-то другим в этом случае у меня будет и ровов такая функция которая будет написано респонс статус образно скажем 500 у которого будет send что блок блок на за юзер и напишем что игрок или то блок на за юзер а то есть какой-то там текст в случае если у нас произошла ошибка при удалении то зен у нас никак не сработает потому что не было никакого ответа успешного то есть не не был вызван resolve зато был вызван reject для того чтобы показать ошибку и вот в кэче мы как раз клиенту и скажем о том что была ошибка типа вот то есть это получается вот этот самый объект который new promise вот он определяет типа что был удачно вы обработан этот вызов с базы там дал и ты не ты сам решение ты принимаешь решение resolve и reject через вот эти вот тут просто концепция немножко упрощена что у меня есть дестрой который в строе там то же самое вот в это в этой строчке написано вот эта вот функция просто чтобы ее так не писать давай не я понял я им душу нет тут и как бы сейчас я перепиши да ты вставишь я суть немножко не понял вот ну как бы ты удалил тебе база физически что-то вернула да там что-то или что не не можешь ты там удалить данные заблокированы вот вот эта функция откуда про это знают база вернула какой-то матюк так и не это типа вот у меня здесь какая-то будет обработка этих ошибок тут есть допустим языке трой трой тоже ключевое образно вот в нем обычно там дергается разов ну травка часов меня помнишь в php такое есть ну вот как бы тоже не не досконально его изучал то есть вторая то что ты делаешь или к или врач исключения перехватчик ты пытаешься пробуешь если тебя там что-то произошло кардинальная критичная тогда ты сваливаешься отсюда в ошибку печь но это тебя как бы сам сам я вас крипт решает да то есть как бы ты не получил данные ты получил ошибку нет все строится на коде ответа там на исключение которое внутри там есть еще такой объект опять таки это реализация уже там внутреннего допустим подключение к базе chrome 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 вот такой вот меня которая реализуется new и она будет являться исключением но просто в твоем примере именно в твоем в твоем ты что-то удалял из базы данных минут и дал команду к ответам позже базы ждать будет какой-то текст сама библиотека которая будет коннектиться к базе данных она умеет анализировать данный ответ промежуточно прослойно до до того что тебе о чем тебе нужно о чем тебя нужно уведомить если допустим там ответ успешно и типа никаких ошибок там не было тогда ты послушайте попадешь ну ты вызовешь ты следующие итерации просто там внутри как здесь вызовешь resolve вот и поместишь туда данные получены если там будет ошибка и вот эта функция скажет о том что типа там вообще все сломалось и вообще там не обработано сервак сгорел к чертям вот в этот прям момент то ответом будет ничего или какая-то конкретная ошибка или текст в виде ошибки то в этот момент ты попадешь скорее всего в тройке ч образно а у тебя в тройке че происходит reject reject это вот 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 я именно про вот этот момент ты попадешь в reject потому что это типа ну я вас крип так уже решила что ответ пришел не такой как ты ожидал а там ошибка или тебе надо этот ответ еще как бы сравнивать и и в там герор там номером сто пятьсот не ну библиотека зачастую это уже сама реализует вот но если она допустим не реализует этого силы тебе придется все писать вручную туда предположим какой есть вариант решения типа и вот те же надо на примере у тебя хорош да лучше примеру тот же уровень равен нулю типа вот у меня данные вернулись точнее не так не равен нулю скажем так не равен как раз знак восклицания то в этом случае я буду делать reject то есть говорить о том что что-то пошло не так и произошла какая-то ошибка я сейчас лишнее все поупираем вместе с текстами всякими тоже напустим она нам сейчас для примера не так важно так вот по переносим все разделяем вот так напиши и разделенных перенесем по я сказал перенесем по строчкам вот то что в этом случае будет происходить допустим библиотека ничего никаких решений на себя не берет и обработки каких-то результатов тоже за собой не несет то соответственно просто устанавливает какой-то ответ предположим что если длина у нас не равняно не равна нулю то есть ну наш массив со списком пользователей мне пустоту да то значит для нас это будет ошибка тогда мы будем вызывать reject в данном случае и будем инициировать таким образом ошибку из этого всего не будем попадать в данном случае в кэч вот на там уведомление пользователя об ошибке если наоборот блин стой я сам то сказал просто показывал не там да пока ну если у нас пришел просто помогал не равна нулю тогда мы возвращаем данные если у нас будет равно равняться нулю то мы будем вызывать ошибку то есть reject а то есть мы тут мы принимаем решение по сути о том когда вызывать результ и когда вызывать reject ну бывает исключение то есть получается нам это надо обрабатывать акта да обязательно есть просто библиотеки которые за это делают за тебя то есть упрощают тебе жизнь то же самое допустим выборка из базы выборка из базы она уже под собой подразумевает promise и сама вызывает для тебя zen либо catch ну то есть внутри внутри сама реализует resolve reject правильным образом и взаиме у тебя будет набор данных в кэче будет ошибка в случае если что-то пошло не так при подключении в базе данных то есть это все делается просто за тебя в библиотеке если этого не делается то даме тощих волос как это делает да ну у него есть такой функционал поэтому она позволяет тебе такой быстрый доступ допустим тейбл юзер create юзер ну не крейтом просто тейбл юзер create передаешь туда какого пользователя создать и в зене у тебя будет уже запись с айди то есть то как этот пользователь был создан в базе а если в момент создания была произошла ошибка то ты попадешь в кэч и у тебя будет в этом p2 текст об ошибке что произошло не так нету подключения к базе данных но ошибка записи constraint или еще что то то есть это все будет в этом p2 вот и попадет тебе для анализа тут нужно понимать что это по сути те же самые условия zen и catch но со своими так скажем плюшками что это в виде функции реализован с параметрами виде колбеков таких не вот явный пример тебе колбеков ты передаешь сюда в виде функции и ждешь оттуда результат будет ли он вызван ну будет значит ты обработаешь не будет значит он не будет обработан никак вызываться не будет по ходу вот так красивые красивые но они очень хорошо упрощают жизнь тебя